Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами изучение Торы. Сегодня наша глава называется Ваера. И новое испытание. Всевышний говорит Машея Гарону, идите к фараону. Это второй раз. И пусть возьмет Огарон посох и бросит его перед фараоном. И посох, который превращался в змея, превратится в крокодила. Пришли Машея и Огарон к фараону, во дворец. Машея не бросает посох, потому что он вырос в этом дворце. И он ему благодарен. Поэтому берет Огарон посох и бросает перед фараоном. Посох превращается в крокодила. Египтяне, это для них было смешно, потому что они были колдунами. И для них сделать такое чудо было очень обычным. Они говорили, это для детей задача. Волхвы египетские бросили каждые свои посохи, и они превратились в крокодилов. Никого не удивило. Машея Гарон, это просто смешно у глазах египтян. Но не тут-то было. После того, как посохи, бывшие крокодилами, опять стали посохами, написано, и поглотил посох Огарона их посохи. И это был шок. Вдруг сухая палка превращается в крокодила. Если бы крокодил съел других крокодилов, это бы не было чудом, потому что они в природе друг друга едят. Но, когда превратившись в сухую палку, палка съела другие палки, не стала при этом толще, это был полный шок. И фараон испугался. Если сейчас скажет Маше, съешь фараона, он съест фараона. Это было что-то невероятное. Но Всевышний оттягощил сердце фараона. И написано упор на сердце фараона. «Иди к Нилу утром, когда туда выходит фараон, и станьте на берегу, ждите его». Фараон сказал египтянам, что он бог, и что он Нил создал, и он не человек, ему в туалет ходить. Не надо, в общем, так водил заблуждение египтяна. Сам утром ходил в Нилу и там делать свои естественные нужды. Выходит фараон навстречу Маше с Агроном. И Маше предупреждает, что превратит сейчас Всевышний воду в кровь. И везде, везде в Египте будет только кровь, воды не будет. Фараон не боится, впечатление на это не произвело. После этого Маше говорит Агрону, чтобы он бил посохом по Нийской воде и ударил Агрон посохом по Нийской воде и вода превратилась в кровь. И везде была кровь. Во всех реках, всех протоках, под землей, во всех плодах ископали египтяне все берега Нила, везде искали воду, воды нет. Но написано, что взяли волхвы египетские и на глазах у фараона превратили воду в кровь. Наши мудрецы говорят, а где они взяли воду? И отвечают, купили в стране Гошема евреев. Если египтяне шли в страну Гошен и брали из Нила воду, то она мгновенно превращалась в кровь. И даже если они говорили еврею пить с ними с одного ведра, то в рот евреев попадала вода и египтянину кровь. Единственное оставалось покупать за деньги воду у евреев. За ту сумму, которую Всевышний назначил и так спаслись египтяне. Потому что неделю была казнь кровью. И нам трудно себе представить, что это такое. Но Египет это такая жара, что это можно даже не сомневаться, что это было страшное испытание. Потому что только 50 разов жары и воды нет. Сколько человек может прожить? То есть им приходилось покупать воду евреев и они выжили благодаря этому. Естественно тысячи погибли. И так постепенно наши средства начали нам возвращаться. То, что они нас ограбили за 210 лет все, что мы заработали в Египте начало нам возвращаться. Потому что народ фактически все, что заработал за эти годы было египетским. Все оставалось фараону. Что имущество раба это имущество его хозяина. А теперь Всевышний начал все возвращать. Естественно начали некоторые люди уже оживать. Начался бизнес идти, уже началось другое движение. В общем еврейский народ начал возвращать утраченное им имущество. В общем все поменялось мгновенно в другую сторону. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был на заводите души Игорь Бен Лев, Берта Бат-Исраэль, Павел Ефим, Самуил Бен Герш, Память Юрия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, Яков Бен Ахум, Владимир Бен Григорий, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен Несхак, Борис Бен Мария, Анна Бат-Ривка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Ефим Бен Эстер, Двойра Бат-Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двоера, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат-Ида, Афера Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат-Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат-Фрида, Ида Бат-Рива, Вадим Бен Татьяна, Юрия Бат-Белла, Яков Йосиф Бен Рахель, Шимон Бен Мира, Фейга Бат-Берта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Бат-Вера, Леон Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Ханна Цепора Бат-Цара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Парасай Брют, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, Параса, Кавана, Мазал Ток, что мы это время не грешили, учили Тору, всем всего самого наилучшего, и желаю всем крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится эта война, до следующих встреч, а мы надеемся, встретимся завтра в 15 часов. Шалом!